Так, уже начинается третий день. Аня спряталась под отделом. Сейчас 4.30 утра. Будем собираться быстренько. Очень быстро собираемся. Вот так очень быстро собираемся. Выезжаем, будем, подруги заезжаем, кушаем, добравляемся, дозабравляемся и чихаем в этот самый. Я с вами в Ночного парк. Видит как раз вот его. Да? Желтка. Уху, 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 уху. Уху, 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 да? Хвостом помаши. Уху, уху, помаши лапкой. Молодец. Морской котик Аня. Такие вот дела, ребятки. Забираемся и выдвигаемся. Привет, ребята. Это здесь, Костя сейчас покажем наше вечное место завтрака. Макдональдс. Сейчас покажем, что мы кушаем. Сватково? Сватково. Ну чего, приступаем к завтраку. Мы все показываем. Наш типичный завтрак. Да. Это бутерброд со сладкой булочкой. Поэтому фишка его вкуса со сладкой булочкой, с яичницей и с котлеткой. И с сыром. И с сыром. Ну покажи бутерброд. Вот. Вот такой красавчик. Вкусно нереально. Сколько кушаем, еще ничего не надоело. А это такая картошечная штука. Каждый, да. Драник такой. Драник. Кофе и... Кофе. А это, как они называются панкейки? Панкейки, да. Панкейки, да. Типа блинчики. Поливаются таким вот сиропом. Угу. Угу. Салфетка лосковинка. Приступаем, пьем кофе. И вон наша стоит машинка. Вот эта вот наша Кеа. И... И... Выезжаем дальше. В направлении Есеники. Где-то в часа два ехать. В кропку. Осталось 24 мили. И мы встали в кропку в... Где? В лесу. Аня спит. 24 мили осталось 43 минуты ехать. Аня, она проснулась. Не знаю, тут дорожные работы ведутся. И вот мы уже в лесу. Уже где-то... Три часа проехали. В лесу в такую стали пробку. Эта пробка, что я думал, стоит. Думал, что работают. А нет, это просто пробка на въезд в парк. Две из трех работают. Кассы все равно пробка. Мы заезжаем уже. Вот у нас такой пас мы купили. На все национальные партии в США. Поэтому он нам сэкономит немножко денежек. Там с другой стороны вид не было. Он вешается и будем заезжать. Ну, вот такая там... Ну, по-люмируется. Долина. Красота. Мы открываем одно. Чтоб лучше было слышно. Спускаемся по... Уже приехали... Визитер-центр. Там где надо покупать пас или показывать. Едем уже вниз. Очень много машин почему-то уже едет домой. Только 11 часов утра. Десять вру. Даже десять. И уже столько... Возвращается обратно. Я не знаю, что мы там делаем. Поскольку они приехали. Так вот. Мы к нам приехали. Есиомити парк. Есиомити парк. Правильно. Огромный парк. 900 с чем-то квадратных километров. Площадь парка. И это 95 процентов дикой нетронутой природы. Человека. Только мишками. Только мишками. Раз. И мы едем. Называется... Долина Есиомити. И... И... Там все остальные такие... Ну, как для одного... Когда ты едешь на один день. One day. Ну, как свой вопрос. Визит на один день. Посещение. Однодневное посещение. И... Тогда... Тогда нам сюда. Тогда нам сюда. Как бы это попытаться там посмотреть. Небольшой хайкинг сделать. И все. А если, конечно, тоже ходишь. Так нормально. Там с ночевками. Там есть какие-то граунды. Где можно останавливаться с палатками. То... Или с дейлером. То... Этот самый... То... Ммм... Что там? Туда ехать. Туда. А если один день. То туда. То сюда. То сюда. Куда мы едем. Ха-ха-ха. Очень смешно. До свидания. Поехали. Поехали. Мы приехали. Мы приехали. Мы приехали. Мы приехали. Вот такие вот. Мы приехали. Мы приехали куда-то. Может быть это Эль Капитан называется. Знаете. Это первая наша здесь остановка. Точно не знаем где мы. Тут блин машинка будет этот самый. Хайвей какой-то. Гелоспортивный он. Поехали. Вот. Вот здесь. Видно сейчас за горами. Водопад. Там тоже есть типа огромнейший. Мы сейчас пройдем дальше. Вперед. Посмотрим. Может найдем что-то. Вот такая вот уже. Сейчас пока у меня уши заложены. У меня красота. Мы пройдемте посмотрим. Где идем. Да? Я хочу сказать что человек такая свинья. В частности человек Аня. Который наплевать его. Смотрите какая красота вокруг. Водопадище огромное. Ну высокие имею ввиду. Я не буду. Сыпется. Сыпется. Вот Кися. Поехали дальше. Здесь ничего смотреть. А в другой быструю сторону прохожу. Огромное. Которые ребята родом из колорадо. Мы такое, видали и перевидали. Такого у нас нету. Не, ну почему, Black Canyon. Не, вот такой, ну да, это как Black Canyon, только ты когда внутри ты что, внизу, а сверху ты вот так, где-то вот так Black Canyon. Нет, конечно. Black Canyon где-то, наверное, вот так, когда ты наверху и так вниз. Похоже где-то так. Наверное, повыше Black Canyon. Хотя не факт. Хотя не факт, да. Потому что там, вон, деревья, видишь, какие огромные. Деревья маленькие, наоборот. Они огромные. Они огромные. Так что вот так. Ладно, идем дальше. Я был прав. Это гора вот эта вот, она огромная. Называется El Capitan. 3000 feet, это сколько? Тысячи метров, да? Километр, да, получается, высота. Да, с километр высотой. Вот. А мы сейчас пойдем к этому водопаду. Посмотрим, да, там поближе. Вот такой трапешки, она недолгая. Ну вот, мы подозрались к водопаду поближе. Через Итазаровский. Там где-то еще другой проход есть, но мы не идем в общем путем. Там сколько туристов, конечно, сейчас. И прикольно. Большой такой водопадик. Тоже моя мощь, конечно, меньше с километра, но высокий. Я тут вижу. Он течет. Чистая водой. Такая жопка. Ей нравится. Вот так, вот так. И погнал где-то. Сейчас помоем личико и пойдем дальше. Я пойду умываться в водопаде. Это не знаю его название. Здесь я на тюрьме. Ладно, так все. Холоденько? Да. Холоднее, чем в океане. Да, ну да. Хорошо. Водопад! Поехали. И сильно вытягивай руку. Сильно вытягивай руку, чтобы мы лопали в кадр. Так, ну что, мы припарковались спустя час. Ну, ждали по Сиомити. Да. Ну, вот пока, чтобы вы понимали, это вот такое движение постоянно, оно никогда не останавливается. Да. И люди все пытаются найти паркинг, его уже нет. Вот там автобусы ездят. Надеюсь, видно. Сзади машины все время едут. Что еще? А вот сзади? А сзади сейчас еще. Как-то занес. Оп, извините, быстрое движение. Сзади еще. Мы, наверное, на парке на Огромбере парковались. Ну, в общем, короче. Мне кажется, нам надо в валы было попасть там красивее. Да. Блин, я не знаю. И тут, кстати, есть тропа, когда наверх. Не понимаю, как может быть тропа наверх. А это наша водичка. У нас рюкзак с встроенным мешочком силиконовым, куда наливается вода. И не снимая, не доставая ничего из рюкзака, мы можем пить водички. Да. Ну, в общем, пока о впечатлениях пока не никакие, да? Да. Мне нравятся эти огромные скалы, которые сзади нас. Ну, если хочешь впечатлиться парком Йесемити и его красотами, не стоит ехать сначала в Колорадо. Да-да. Сначала в Калифорнию и сюда. Не, ну, тут, конечно, моментально такого нет нигде. Не, да, такого нет, но как бы мы уже повидали много чего в Колорадо. Ну, да. Ну, как, same, same. Прийти. Прийти, same. Ну, и такое же. Да, одинаковое. Одинаковое, да. Окей. Поэтому... Ладно, пойдем искать мои тропу, это для хайкинга. Не знаю, найдем или нет, но пойдем в ту сторону. Сейчас я сниму видосик. Смотри, какой прикольный подъем. Идет по скалам. Очень похоже, кстати, на подъем на этот самый, на... Как этот водопад назывался? Хэнгинвейк. Хэнгинвейк, да. Тоже каменный такой подъем. В Колорадо. Ну да, там классный, там водопад вдоль этого течет. Вода, вернее, ручей течет. Доли. Как его называют? Вдоль тропы, да. Вот такой подъем. Какой-то он должен нас к водопаду привести. Это луп. Как называется? Петля. Это петля. Трейл. То есть мы... Нам возвращаться не надо, мы просто пойдем по петле. Ну, тут нами же вон лезет. Мексика. Ну да. Люди. Точно так, как на Хэнгинвейкс, да? Ну там как-то атмосфера была лесная очень. Да. Ну не, ну там точно так люди дышали в жопу. Только единственное, что мы приехали. Вечером поздновато и уже все люди спускались. Ну да. Поэтому нам очень повезло. А мы сегодня приехали в субботу. В субботу, да. В субботу, да. Наше пребывание в Америке же ни разу, наверное, никуда не выезжали. В субботу. В открытии выходные, да. Вот. Ну ладно. Как три мили? Это сколько километров у нас? Да, наверное, четыре с половиной. Ладно, вперед пошли дальше. Сколько езды? Четыре часа. Ага. Так что тут интересно, расскажи мне. Ну да. Ну да. Четыре часа езды. Ради чего? Да, ради чего. Пол бака бензина. Ну ты вздеваешься там? Сдавей. Нет. Ну расскажи, что ты думаешь о чем-нибудь. Ну так, пустышка. Давай подожди, пускай брыз. Пустышка. А ты что думаешь? Я думаю, что Кися ноет постоянно. Когда постоянно первый раз за три года ноет. А я снимаю на камеру. Не, на первый раз именно до сегодня ноет постоянно. Приехала в Асюмините и начала ныть. Укачала ее. Потом Некрасиво поехали дальше. Потом Поехали дальше. Некрасиво. Некрасиво поехали дальше. Мы приехали уже все. Парк объехали. Поехали домой. Поехали к океану. Но мы к океану, к сожалению, не успеем. Я бы тоже бы отменил, если ребят знал, что такое. Но кто же знал? Пока не побываешь, не поймешь, что здесь не сильно прикольно. Здесь пустышка. Но мы сейчас пойдем поднимемся на Динпоинт посмотреть. И все. И домой. Поехали. Бублики. Бублики это наше все. Рассказы. Бублик. Сначала, будучи внизу, мы немножко расстроились, что мы сюда приехали. Даже кто там ножка. Кто там ножка? Потому что я вставлю тут ставку, как ты ныла. Не надо. Не будем вставлять. Просто хотелось океана больше чуть-чуть. Но ничего. Но когда мы поднялись сюда, мы поняли, что достопримечательность классная. Стоящая. Стоящая. Стоящая, да. Давай, ты расскажи, я начну показывать. Это вот сама Вала идет. Это скалы. Вала это как называется? Долина. Долина. Да. Вот это все скалы. Вот это вот полукруг. Сейчас, подожди, я еще не пришел туда. Иду. Что ты? Вот он появляется. Да. Называется Half Dome. Пол дома. А дом как дом, да, кстати? Да. А, кстати, не знаю, что это Half Dome. Что ты говоришь, что пол дома? Я не знаю. Да, я не знаю. Давай почитать. Да. Половина чего-то. Угу. Вот такой красавчик. Реально очень прикольный. На вот эту гору чувак по половой стороне залазил без страховки. А, с этой стороны прям? Конечно, с этой, да. А как? Не знаю. Вот. И тут тоже везде скалы такие. Мы прошли, не знаю, миллионер, но очень долгий путь, очень тяжелый. Под ногами вытертые камни с тысячами людей. Ну, как галька и сыпуха. Поэтому не очень прикольно идти. Но мы справились. И Кисе поднялась настроение за это. Правильно, Аня? Угу. Ну, когда сюда поднимаешь, ты же забываешь, как оно было там. Ну, ладно. Внизу, как этот процесс происходил. Потому что я думал уже, как же ее замотивировать. Как же замотивировать. Не получалось мотивировать ее. А она? Бубликом подавилась. Бубликом подавилась. Бубликом надо замотивировать. Лап, что ты сделал? Надо бублик хотел по кофе. Надо запечатлеться, мы едем бублик. Ухав дома. Ты съела один уже. То есть мы снимаем видео. Не, мы пополам. Пополам вадим каждый бублик. Мы видео снимаем, кажется. Ты закрываешь камеру. И кто будет рассказывать в этот момент? Ну ладно, ребята. Будем спускаться вниз. А давайте будем просто смотреть. Будем спускаться вниз и... И выезжать домой. Да, выезжать домой. А сейчас она сюда? Три часа. Ой, два часа. Пол второго. Еще куча времени. Ну да, два часа. Сейчас будем домом. Всем. Все. Пока-пока. Что ты сказала? Василее? Ну, потому что, наверное, настроение изменилось. Настроение изменилось. И спускаться легче, чем продниматься. А ты опять снимаешь, ходи. Ладно, что ты маленький. Вот мы увидели красивый вид. Мы увидели реально красоту миллионы, миллионы лет назад. А вот спуск, чтобы вы понимали, вот так он идет вон. Уча зигзагов. Идти внизу людишки. Вот сколько лет у тебя есть? Смотри. Миллионы, миллионы лет. Давай, под ноги смотри. Под ноги смотри. Да. Тут очень опасный спуск. Под низом камни вытерты и песча, и песуха. Сухо. Ладно, мы будем смотреть под ноги. Не отвлекаемся. Не отвлекаемся. Хотел показать, какое ветряганище здесь. Это мы уже... Калыши. Да. Это мы между Сан-Троциско и горами. Тут открытая местность, и ветряганище, конечно, тут сильный. Это, как говорят, называется непонятно. Какой-то мелкий городочек мы заехали тут покушать. Какая пальма красивая. Пальма красивая. Может, давай подобьем итоги сегодняшней поездки? Сразу. Давай. Мы сейчас сегодня организуем чего-нибудь. Мы организуем сегодня помыться и поспать сегодня. Не, мы сейчас организуем сейчас. Давай пока еще не будем. Что-то еще организуем. Окей, ладно. Если мы ничего не организуем... А вы посмотрите, какие пальмы красивые. Ставим ставки. Давайте. Вы скажете, через секунду говорите, что мы организуем сегодня или нет. Я ставлю, что мы ничего не организуем. А я ставлю, что организуем. Хорошо, давай, сейчас мы поедем спать. Пока-пока. Ну, рассказывай. Рассказывай. Уже пьяная. Чего ты так рассказываешь? Ты что, дурак? Ты что, дурак? Нет, не пьяная, просто нам оставили сюрприз. Да, мы зашли в номер, а наши менеджеры оставили для нас сюрприз. А, я записочку принесу. А, не на менеджеры. Остались сюрприз, принесли нам. Остали бутылку вина, сырок и хлебцы. Поэтому мы немножко уже перекусили. Это у нас стоит на балконе. А, ну, включи свет на балконе, может быть, видно. У нас, короче, такой номер с балконом. Конечно, для таких отелей это очень редкие номера. Вот балкончик там у нас. Это тоже специально для нас. Да, для нас сделали. Апгрейтер или рум. То этот самый, то вот сюда. Такой он, винчик наш. А там горы. Сейчас просто уже темно не видно. Да, горы видны. А это стадион. А это стадион местный, Левис. Вейсбольный? Не знаю, как ходить. Или американский футбол? Не, на футбол вроде похожий. А может и вейсбольный. Не знаю. Вот, а еще оставили записочку. А как только записочка? Я покажу в той стороне, там где закат, там Сан-Франциско. И там вот красные точки, если видно мигают, то это мосты. Давай, скажи записочку. Тихонько. Оставили нам записочку. Мол, Анна и Влад. Спасибо большое за всю вашу сложную работу. Смешной у меня русский перевод. В общем, за вашу тяжелую работу. Мы очень благодарны за все вам двоим. Значит, наслаждайтесь вашей поездкой в Калифорнию. А, вашей приключениями, да? Вашими приключениями в Калифорнии. Наслаждайтесь. Enjoy. Менеджер Lucas, Ari, Ellie, NJT. Как ты расскажи сегодня, что сегодня сегодня поездка вообще была? Мы день завершаем уже? Да. И я выиграл, потому что мы никуда не идем. Значит, выбрали парк Ясиомити по интернету. Ну, читали, куда поехать, какие достопримечательности. Решили... Ну, это один из основных парков в Калифорнии, да? Да. Он очень большой и очень посещаемый. Вот. Добирались мы туда... Четыре часа. Четыре часа. Туда вроде более-менее доехали. Да, потому что мы утром рано выехали. Да. Мы выехали в 5.40. Да. А вот. Потом... Четыре часа по дороге. Да. Заезжая туда, начали немножко понимать, что как бы особо нет достопримечательностей. Не, ну, может, было бы круто, если бы не столько людей, а нас сразу бывает. Если бы не столько людей и... Мы попали в субботу и ужасно было. Ну, да. Если бы еще чем-то отличалось от Колорадо. Ну, да. Мы просто попали в Колорадо. То, что мы видели и... Может быть, даже лучше что-то. Ну, да. Хотя это тоже интересно. А в дом прикольный. Ну, на фотографиях увидите. Когда мы уже поднялись на пик. Не, на пик это то, viewpoint. Ну, да. Ну, поднимались мы целую милю. Ну, я так думаю. Примерно милю. Ну, да, милю это, да. Да. Ну, очень долго. Тропа была сложная. На зигзагами идет скалистый и песчанка. 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 Песок. Очень опасная. Вот. Но мы добрались. Вид, конечно, красивый. Да, Рафи получились тоже красивые, наверное. Угу. А вот. Увидеть тоже интересно. Ну, да. Всякие скалы, и они тоже мощные. Чтобы этот ветер не замешал. Да. Скалы мощные. У тебя какие впечатления? Да, мне тоже понравилось. Это целый шов дом. Нам все понравилось, но если бы мы знали, чтобы нам приснилось накануне. Да, что так будет, то мы поехали бы на океан. Что так будет, мы бы поехали еще раз в то же место на океан. Просто как бы, да. Скалы у нас, скалы каждый... Ну, не каждый день. Мы не были в этом году в горах. Ну, мы не обделены скалами, и мы это уже видели миллион раз. Да. Да, поэтому... Ну, ничего. Интересно, да, интересно было. Посмотрим, завтра будет у нас секвойя. Секвойя. Большие деревья. И, надеюсь... Да, и, надеюсь, более... Впечатляющие. Впечатляющие, да, для нас. А какой-то городок, Сан-Та-Клара? Это Сан-Та-Клара, да. А вот. Последняя ночь... Нет, это не Сан-Та-Клара, Сан-Хосе. Сан-Хосе? Да. Город Сан-Хосе нам очень понравился, в принципе. Модерновый. Да, более широкий. Почище, да. Чистый, пошире. Как-то нет такой толпы людей, ни грязи, нет каких-то старых зданий. Слишком старых. Убогих. Убогих, да. Не только старых, а убогих. Ну, вообще, нам больше, честно, Сан-Хосе пока понравился. Просто мы не гуляли, особо так, чуть-чуть приехали там. Ну, да. И не успеем погулять, потому что мы завтра в 5 утра. Спасибо. Погуляем, потом, может, частью у нас будет последний день. Ну, да, можем тут погулять. И записать, очень приятно. Даже не так приятно вино с сыром, как записать, внимание. Согласись. Согласись. Да. Ну, ребятки, все, до завтра, да. Пока-пока. Да, мы отдыхать. Да.